Библейский портал экзегет.ру представляет Послание к филиппийцам, вторая глава для библейского портала «Экзегет». Ну, я читаю свой собственный перевод, меня зовут Андрей Десницкий, его слегка комментирую. Вторая глава к филиппийцам, наверное, одна из самых интересных глав во всем Новом Завете, потому что это глава богословия до Никеи. Вот Никейский собор, потом Константинопольский собор, Вселенский, они дали нам язык, на котором и по сей день христиане выражают свою догматику, основу своей веры. А у Павла еще не было этого языка, и он говорит какими-то другими словами, но выражает примерно ту же самую мысль. Поэтому, читая Второе постание к филиппийцам, Павел иногда, современный читатель, образованный, хочет поправить, он хочет сказать, апостол, вообще-то не совсем так мы сегодня это описываем. Но мы же понимаем, что слова – это некая форма, в которую может облекаться содержание. Да, и форма может быть достаточно разной. Что пишет Павел филиппийцам? Я напомню, что это община, которая с Павлом очень тесно связана, и в которой, судя по всему, не было серьезных проблем. Это вот друзья, это не ученики, не столько ученики, не столько противники. Скажем, в послании к Галатам он ругается с некими противниками. Сколько друзья, с которыми можно быть более откровенным, с которыми можно говорить о более глубоких вещах, что Павел и делает особенно во второй главе. «Если нашли вы для себя во Христе некую опору, а в любви некую отраду, если есть у вас некое духовное общение, сострадание и милосердие…» То есть, смотрите, он начинает разговор о богословии вот с этих вещей. «Есть у вас опора во Христе, есть у вас отрада в любви?» То есть, вы любите, сцепив зубы, потому что вам так велели, или вы действительно относитесь друг к другу с любовью, и вам это нравится? Духовное общение, сострадание и милосердие – вот это первое. Если этого нет, никакого богословия не нужно, потому что оно только привнесет какие-то высокоумные материи, и люди будут ругаться по их поводу. Вот если все это есть, дополните мою радость. Вот это дополнение богословия не основа для Павла, а дополнение к жизни общины. «Помышляйте об одном, имейте одну любовь, будьте единодушны и единомыслены, без раздуров и тщеславия». Это что значит? Введение единомыслия? То есть, всем нужно думать одно и то же, такая антиутопия. И много их было за последние 100-150 лет, в том числе религиозной антиутопии, где у всех абсолютно одна и та же вера, и люди в какие-то очень жесткие рамки поведения зажаты. Вот давайте почитаем дальше, что значит «помышляйте об одном, имейте одну любовь, будьте единодушны и единомыслены». Явно Павел не говорит «Ешьте одно и то же на завтрак, ходите с троем, говорите одни и те же слова в положенное время». А он объясняет дальше, в чем единодушие и единомыслие, без раздуров и тщеславия. «Пусть каждый ставит другого выше себя, пусть каждый заботится не о своем, а о пользе другого, и пусть ваши мысли будут теми же, что у Христа». То есть единомыслие не единство мнений по всем спорным вопросам, как в антиутопии, за нарушение, которое он оказывает, а как единое отношение. Каждый ставит другого выше себя, и пусть ваши мысли будут теми же, что у Христа. А это вообще возможно? Христос – недостижимый идеал. Но Новый Завет, он часто стремится к недостижимому идеалу, потому что, достигая то, что можно достичь на пути, человек становится лучше. Абсолютный идеал, он хорош именно тем, что он никогда не исчезает из виду. Человек не может сказать, вот я достиг. Ну, например, закончил школу, получил диплом на работе, выполнил задание, получил гонорар, зарплату. Все, и забыл об этом. Пригодится, конечно, но не очень. Когда есть идеал, в принципе, недостижимый, человек идет к нему всю жизнь. Он понимает, к чему он стремится. Наверное, здесь именно об этом. Ну, и дальше он объясняет, какие мысли, что у Христа. Вот в этом единомыслие, да? Не то, что читаете одни и те же книги, говорите одни и те же слова, а мыслите так же, как Христос. И что дальше? А дальше очень сложный текст, который иногда считают гимном, христологическим гимном, то есть произведением литургическим, богослужебным, которое ранние христиане сложили, и Павел его только цитирует. А может быть, это не гимн, может быть, он сам его придумал, но придумал в абсолютно поэтической форме, и это вот как раз доникейское богословие. Богословие, где не говорится о сущностях, ипостасях, природах, говорится каким-то другим языком, хотя тоже греческим. «Божьим образом обладая, не замышлял он себе присвоить равенство с Богом». Это один из вариантов перевода. Другой вариант перевода, или «не присвоил он лишнего, считая себя равным Богу». То есть в первом случае «не замышлял он присвоить равенство с Богом», говорится о том, что Христос не считал себя равным Отцу, считал себя подчиненным Ему. А во втором переводе «не присвоил лишнего, считая себя равным Богу» говорится как раз о том, что сущность, но он был с ним един. И Павел вот ищет только этот язык. Мы сегодня скажем, они единосущны, но по смирению, по кенозису, сын подчинен Отцу и так далее. Вот это не киевское богословие. У Павла такие формулировки, в которых он еще не видит какой-то чеканной такой догматики. И она ему не очень нужна. Он говорит, смотрите, ставьте друг друга выше. Вот и Христос Отца Бога ставил выше, хотя он обладал, как тут сказано, Божьим образом. Но мы сегодня это называем по-другому. Но вот являя нам Бога, скажем так, переводя на современный язык. И дальше. «Он сам унизил себя, принял образ раба, подобился человеку на вид, как любой из людей. Он смирил себя сам, послушан во всем, вплоть до смерти, смерти на кресте». То есть главное в служении Христа не мудрые проповеди, хотя они были. Не чудеса, хотя они были. Не обличение фарисеев, лицемеров и прочих нехороших людей, хотя это все было. Главное, его образец добровольного унижения. В мире очень много унижения. Правда, нас постоянно кто-то унижает. Но это не добровольно. И мы, естественно, в зубы ненавидим обычно людей, которые это делают. Вполне естественная человеческая реакция. Но когда тот, кто выше всего, добровольно делает себя ниже всех, он принимает образ раба. Раб в Риме – это вещь, а не существо. Говорящая, ходящая, действующая вещь, но вещь. И вот он доходит до смерти на кресте, самый мучительный, самый позорный, которую тогда только можно было себе представить. Вот именно этот опыт добровольного унижения ради другого, главное в служении Христа, то, что, собственно говоря, отличает Новый Завет от многих других богословских, философских систем, в которых тоже очень много мудрых мыслей, в которых тоже есть чудотворения, всякие разные другие интересные вещи, обличения нехороших людей. «Потому Бог возвысил его и даровал ему имя превыше всех прочих имен, чтобы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена, на небесах, на земле и в преисподней, чтобы всякий язык исповедовал Иисуса Христа Господом во славу Бога Отца». Действительно, такой литургический гимн. И вот это унижение приводит к абсолютному возвышению, причем филиппийцы, напомню, римские граждане, и, возможно, здесь есть даже такой оттенок, что он говорит «Христос выше императора». Римские граждане, естественно, ждут римского императора, и для них это одна из частей их идентичности важной, но для христианина «Господь» и это слово, собственно, было термином, обозначающим римского императора, латинское слово «доминус», греческое «куриос». Вот это слово применимо только к одному – превыше всех политических лояльностей, превыше всех социальных структур. Вот это верность тому, кто сам сделал себя нижайшим, кто сам пошел на самую страшную смерть. Вот в чем единодушие и единомыслие. Собственно, только в этом. Возлюбленные, вы ведь всегда были послушны, не только в моем присутствии, но тем более теперь, когда я далеко. И дальше вот он говорит как раз о том, как вы, филиппийцы, всегда следовали этому пути, но продолжайте же следовать дальше. И там очень тоже интересное сочетание фраз «Трудитесь со страхом и трепетом над собственным спасением». Ага, человек сам себя спасает, человек достигает совершенства путем аскезы, путем добрых дел и получает спасение. Можно сказать, глядя на эту фразу, но дальше написано. «Ведь это Бог по своей благой воле производит вас, и желания, и действия». Ага, тогда от человека вообще ничего не зависит. Бог не просто позволяет человеку что-то сделать, но даже само желание сделать это ему внушает. Вот сегодня, говорится, это описывается как синергия, как содействие Бога и человека в деле спасения, что Бог спасает человека, но человек не противится, а в лучшем случае даже содействует Богу. Но Павел это описывает вот таким сложным образом. «Трудитесь над своим спасением, работайте, ведь все зависит от Бога». Есть прекрасная фраза «надо молиться так, как будто все зависит только от Бога, и действовать так, как будто все зависит только от себя». Вот Павел, собственно говоря, это и сказал. И у него вот это противоречие, которое станет впоследствии догматической антиномией в христианстве, то есть единством двух противоположных начал, у него это выражено вот таким еще очень, может быть, простым языком в обращении к филиппийской общине. Ну и дальше продолжает развивать эту тему. «Во всяком деле обходитесь безропотой и приопирательств, чтобы вам быть непорочными и чистыми. Безупречные дети Божьи среди этого лживого и развращенного рода, вы тогда просияете, как светильники для мира. Вы обладаете словом жизни, и вот в этом и состоит моя похвала на день Христов. Значит, не зря я совершал свой забег, не зря трудился». Ну, Павел говорит о том, что если они становятся настоящими христианами, то в этом похвала Павла, то есть за его труды какая-то награда, какое-то его утешение и добрые слова, которые о нем кто-то скажет, связаны именно с тем, что его филиппийская община, она покажет себя с самой лучшей стороны. Не зря он совершал свой забег. Это, конечно, про спортсменов, которые бегут на арене, и, соответственно, вот бегая по арене, кто-то из них приходит первым, и Павел надеется завершить свой забег победителем. И дальше вот он себя ставит высоко победителем, и тот же образ опять жертвы. «Если кровь моя проливается на жертвенник в общем служении вашей веры, я радуюсь, и эта радость у нас общая со всеми вами. Порадуйтесь об этом и вы, чтобы эта радость стала нашей общей». То есть он себя считает жертвой, которая приносится Богу, и, соответственно, даже тогда, когда говорит о похвале, когда говорит о каких-то преимуществах, о победах, все равно это всего лишь для того, чтобы его жертвенность была более ярко и полно выражена. «Надеюсь, в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, чтобы мне узнать о ваших делах и ободриться. Нет у меня никого другого, кто бы заботился бы о вас так искренне, ведь все стараются ради самих себя, а не ради Иисуса Христа». Вот Тимофей, которому обращено, соответственно, послание, и ни одно в Новом Завете, вот оказывается, что он уникальный абсолютно спутник Павла, и он старается ради Христа, а не самих себя. Оказывается, есть и такие люди, которые в этом всем стараются ради себя. Ну да, секрет, что ли, для нас. «Его надежность вам известна, ведь он служил Евангелию вместе со мной, как дитя подле отца. Вот его я и надеюсь послать сразу, как только узнаю, что будет со мной дальше. Но я уверен, Господи, что и сам скоро приду к вам». Ну и дальше еще один человек, о котором мы ничего не знаем. «Пока я счел необходимым отправить к вам Эпофродита. Он мне брат, он трудится и сражается вместе со мной. Это вы послали его послужить вместе со мной, когда возникла нужда». То есть, скорее всего, Эпофродит приехал от филиппийцев к Павлу, провел с ним какое-то время, и он отправляет его обратно, вероятно, с этим самым письмом. Тогда же почты не было. «Кто доставит? Только тот, кто сам приедет и передаст». «Он горячо тосковал о всех вас, зная, что вы прослышали о его недуге». То есть, болел человек. «Да, он был болен, но даже при смерти, но Бог помиловал его, и не только его, но и меня не прибавил новой скорби к моим скорбям». Ну, соответственно, смерти этого человека. «Посылаю вас большой охотой, пусть встреча с ним обрадует вас, так и у меня будет меньше скорбей. Примите же его в Господе со всякой радостью, оказывайте почести таким людям. Ради дела Христова он был на краю гибели, рисковал жизнью, лишь бы исполнить служение, которое он ни от вас не доставало». То есть, Павел желал бы, чтобы филиппийцы ему помогли, послужили в его заключении. Он пишет из заключения, да? Но Эпофродит оказался единственным, кто смог для него это сделать, и он восполнил это служение. Давайте еще обратим внимание на одну очень важную вещь. Павел говорит вроде о высоком богословии, о Христе, о его смирении. И тут же переходит к рекомендации вот этого самого Эпофродита и Тимофея, своих приближенных, своих спутников, помощников. То есть, все это высокое богословие. Яйца выеденного не стоит, если оно не отражается в конкретных поступках конкретных людей. И вот вторая глава очень хорошо нам это показывает. Субтитры создавал DimaTorzok